Добрый вечер дорогие друзья! Добрый вечер опять из Виндзора, из Австралии. Мы с вами посмотрели некоторое количество региональных центров, маленьких городков. Однако, если вы будете в них жить и будете в них работать, это даст вам возможность остаться в Австралии. Если, если вы сюда попадете. Наша психика устроена следующим образом. Мы в первую очередь обращаем внимание на то, что мы хотим видеть. Это wishful thinking. Это желание выдать желаемое за действительное. Это лежит у нас в голове. Дорогие друзья, отличие моё, отличие Алексея Чихунова, отличие одной Австралии в том, что мы понимаем, что события могут развиваться равным путём. И вполне возможно, что вы сюда не приедете и через год, и через два, или через три, или никогда. И что просто не будет возможности такой приехать. А если она и появится, то, как говорилось, хорошо играет джаз, но, увы, не для нас. Поэтому, когда я вам что-то объясняю, что-то рассказываю об образовании, об эмиграции в Австралии, у меня есть одна очень хорошая для вас деталь. Всё то, что я вам предлагаю делать, всё то, что вы в рамках нашего проекта будете делать, не предполагает затрат денег. Свои временные затраты вы, естественно, несёте, но это своего рода дополнение. Это то, что уходит за рамки вашего жизненного цикла. Это то, что вы делаете как хобби, если хотите. Ну, например, поднимать английский язык, профессионально образовываться, получать знания прикладной какой-нибудь профессии, как то же самое, допустим, пейнтерство, то есть быть маляром или стойлером. Это как минимум не выбирает у вас деньги. Выбирает некоторое время. Ну, это, наверное, как вы ходите, допустим, смотреть футбол, смотрите какие-то развлекательные программы, телесериалы. Ну, то же самое и здесь, потому что я очень прекрасно понимаю, очень хорошо понимаю, что шансы на то, что граница будет открыта и что вы сюда приедете в достаточно скором времени, они очень малы. Нам говорят какие-то загадочные вещи о второй, третьей, пятой, десятой волне. Нам говорят, я имею в виду этого вируса, нам говорят о том, что он меняется, к нему нет иммунитета. И поэтому и вакцину могут вообще никогда не создать. Это означает, что нас могут вообще никогда не пустить к вам, а вас к нам. Я не сторонник самых пессимистичных сценариев, хотя всегда готовлюсь к самому худшему. Но самое главное, что я вам хотел сказать, что когда вы работаете с образовательными, миграционными агентами, с какими-то людьми, которые якобы помогают вам приехать в Австралию, ни в коем случае не связывайте с теми, кто предлагает вам идти на какие-то большие затраты. Вы можете рискнуть подтвердить квалификацию, если это стоит, ну, может быть, тысячи долларов, что-то типа этого, в надежде на то, что, приехав сюда, вы сразу получите работу. А если вы сюда не приедете, тогда зачем вам подтвержденная квалификация в Австралии? И Алексей Чихунов об этом неустанно вам говорит, но, мне кажется, существуют агенты, существуют отчасти блогеры, но, к счастью, не самые значимые. И люди заинтересованные, как и преподаватели, допустим, английского языка, переводчики, которые подталкивают коллективно вас к этому, на мой взгляд, не очень рациональному шагу. Поэтому, дорогие друзья, делайте все то, что приблизит для вас Австралию, но не тратьте свои ресурсы, потому что, если получится, что вы здесь не окажетесь, то, кто компенсирует эти расходы. И это все для того, чтобы не было вам мучительно больно за бесцельно растраченные деньги. Спасибо.